Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И сегодня вместе почтим святую великомученицу Екатерину. Это одна из самых почитаемых святых в христианском мире. И вот когда Божья Матерь явилась преподобному Серафиму Саровскому, в последний год уже его жизни, и она явилась в день, в праздник Благовещения, то она явилась в сопровождении 12 дев. Причем вместе с преподобным Серафимом еще присутствовала старица Евпраксия, но тогда она была еще просто послушницей. И она рассказала про это явление. Сначала преподобный Серафим много молился, и вот он уже оповестил вот эту будущую старицу Евпраксию о чудном явлении. И затем действительно просиял свет, и впереди шествовали два ангела, за ними Божья Матерь, а за нею 12 дев. Ну, там за ними еще шли святой Иоанн Претеща, святой Иоанн Богослов. Так вот, 12 дев, они шли попарно, и первыми как раз вот явились святая великомученица Варвара и святая великомученица Екатерина. Святые вот Варвара и Екатерина, как первые среди вот дев, которые следовали за Божьей Матерью. На всех них были сияющие венцы, и они сказали, что Господь не просто так даровал нам эту славу, а за страдания и мучения, которые мы претерпели. То есть вот то мученическое исповедание, исповедание Господа Иисуса Христа, оно обернулось неизреченной славой в Небесном Царстве. И вот они явились преподобному Серафиму, и святая Екатерина, она одна из первых дев, которые предстоят пред Господом и которые следуют за Пресвятой Богородицей. Само имя святой Екатерины, Екатерина означает всегда чистой, вот как бы выражая действительно ее непрестанную такую чистоту, которую она хранила при жизни. И как говорят некоторые древние источники, в рождении ее назвали Доротея, и она была из очень высокого рода, это вообще рубеж третьего-четвертого веков, когда, в общем-то, христианская вера уже распространялась, но язычество еще было достаточно сильно, и это была, так скажем, последняя такая вот волна очень сильных гонений на христиан. Конечно, сохранилось не так, может быть, много исторических сведений, но вот по некоторым данным мы что знаем? То, что святая Екатерина, она прожила всего лишь 18 лет, и родилась она, ну, как высчитывается, в 287 году в Александрии, ее мама была тайной христианкой, и она старалась дочку свою воспитывать в чистоте, в целомудре. И кроме того, поскольку их род был знатный, очень высокий род, то девочка смогла получить прекрасное образование. Дело в том, что в те времена образование, оно достаточно дорого стоило, и получить его могли только люди из обеспеченных семей. Но кроме того, добавим, что ведь они жили в Александрии, а Александрия являлась одним из центров учености древнего мира. Ну, конечно же, вы знаете, что была там знаменитая Александрийская библиотека, куда свозились со всего мира книги. Добавим, что ведь не просто так свозились туда книги, а для того, чтобы их кто-то изучал, читал, получал оттуда какие-то сведения. То есть, на самом деле, Александрийская библиотека, она служила исключительно таким целям образования и науки в городе Александрии. В Александрии съезжались многие философы, и именно в городе Александрии священное писание Ветхого Завета было переведено на греческий язык, и там уже формировалось аллегорическое толкование священного писания. То есть, не только вот буквальное понимание текстов, но и возвышенное такое вот иносказательное понимание. И это значит, что там просветали самые разные науки, философии, а впоследствии и богословия. То есть, святая Екатерина, она с детства находилась в среде высокого образования. Кроме того, оказалось, что она от Бога еще и особенно одарена. Ей легко давались науки. И вот она читала самые разные книги, изучала в том числе и философию Аристотеля, Платона. Это очень трудные для понимания философские произведения. Она изучала историю древнего мира, вообще ту письменность, которая входила в круг образования, высшего образования в то время. И еще вот известно из ее жития, что она даже овладела врачебным искусством, а также изучала языки. И вот представьте, что возрастает такая девушка, у которой очень высокое образование, да, и при этом она еще необычайно красива. Вот Господь ее наделил еще и телесной красотой, и на нее, конечно, обращали многие внимание. И многие хотели добиться ее руки, причем даже ее мама и родственники настаивали на том, чтобы она вступила в брак. Но вот тут вдруг оказалось, что Екатерина, у нее вот уже возникло желание сохранить себя в целомудрии, в чистоте. Ну а чтобы как-то вот отвечать своей маме и родственникам, она говорила так, что я не отдам руки свои тому, кто не превзойдет меня красотой, богатством, высоким родом и образованием. То есть тот, кто окажется умней, красивей, богаче и вот, значит, еще более родовитый. И вот мама, не зная, как быть со своей дочерью, повела ее к отшельнику. Это вот был монах, который жил в уединении, и он являлся духовником ее мамы. И мама, значит, приводит и оставляет на беседу. И, конечно, мама надеялась, что духовник, он, ну, как бы образумит ее дочку, да, чтобы она вышла замуж. Но получилось так, что вот этот отшельник, подвижник, он во время беседы как раз к более высокому возвел душу Екатерины, и он стал говорить и о Христе. Причем речь была такая немножко образная, художественная. Он сказал, что я знаю такого юношу, конечно, юношу с большой буквы, который превосходит тебя всеми дарованиями, и премудростью, и красотой, да, и богатством, потому что весь мир в его руках, и род его превыше всего земного. И потихонечку вот он стал говорить и о Христе, который рожден от причистой, преблагословенной Девы Марии. И в завершение этой беседы подвижник подарил Екатерине образ Божьей Матери с богомладенцем на ее руках. И вот он сказал Екатерине, что когда ты придешь домой, то ты молись Пресвятой Богородице, да, чтобы она показала тебе своего сына. И Екатерина действительно стала молиться. Молилась она вечером, и потом, когда она уснула, то в сонном видении ей открылось, вот как на этой иконе была представлена Богородица с младенцем на руках, и от младенца исходил неизреченный свет, и тогда Екатерине захотелось посмотреть его лицо. А он отворачивал от нее лик, значит. Она с одной стороны хочет посмотреть, он отворачивает в другую, она с другой стороны подходит, он тоже отворачивает от нее лик свой. И Пресвятая Дева говорит ему, почему ты не хочешь на нее посмотреть? И он ей отвечает, потому что она еще не настолько красивая, не настолько мудра. Тут добавим, что ведь Екатерина, она не была еще крещена. То есть, да, ее мама тайная христианка, она обучала дочку чистоте, целомудрию, но еще не наставляла вот так вот истинам христианской веры. И хотя Екатерина отличалась телесной красотой, да, но не сподобилась еще духовных, благодатных дарований. А это совсем не одно и то же. И, значит, вот в этом видении Екатерина, она спрашивает, что же мне вот делать? И Спаситель говорит, чтобы она шла вновь к этому подвижнику, отшельнику, и выполнила все, что он скажет. Вот на этом видении закончилось. И с этого момента Екатерина становится ученицей старца, вот того самого подвижника, аскета, который жил где-то вот, ну, чуть вдали от города, и он стал ее наставлять. Он посвятил ее в тайну христианской жизни. Он рассказал ей всю священную историю, да, с момента сотворения Богом мира, значит, первых людей, потом грехопадения, потом, как человечество шло вот таким долгим путем, встреча Господа Иисуса Христа, Сына Божий, который ради нас стал человеком, пострадал за грехи, победил смерть и воскрес. И Екатерина всем сердцем приняла христианское учение. И тогда старец крестил ее, вот когда она сподобилась Таинству Святого Крещения, да, вот, видимо, тогда и было дано ей это имя Екатерина, что значит всегда чистое. После этого ей дано было второе видение, где уже Богомладенец не отворачивал от нее лица своего, благословил ее и даже подал ей перстень. Вот это вот интересное такое событие из жития святой Екатерины, когда, ну, это духовно символически происходит, когда Господь Иисус Христос вручает Екатерине кольцо на ее руку, и она становится в каком-то смысле обрученной самому Христу, как невеста Христова. Вот есть такое выражение, невесты Христова – это те, кто отказались от каких-то земных, даже вполне вроде бы законных супружеских отношений, да, и они посвятили себя всецело целомудрию и чистоте, будучи чадами Христовыми. И когда святая Екатерина пробудилась вот от этого видения, то кольцо осталось на ее руке, вот, как видимый знак благословения Христова, она теперь невеста Христова, но именно в духовном смысле, и отказывается, она и до этого не хотела, а теперь, тем более, посвятив себя всецело Господу, она сохраняет свое целомудрие, свое девство, не смотрит нисколько на противоположный пол и пребывает в молитве Господу. Вот, кстати, добавим, что когда паломники приезжают в монастырь святой Екатерины, это на Синае, рядом с горой Хариф, той самой горой, на которой Господь дал Моисею когда-то заповеди свои, вот там монастырь святой Екатерины, и те, кто прикладываются к ее мощам, их тоже вот как бы благословляют кольцом святой Екатерины, таким небольшим колечком. Это дается как благословение, как бы благословение от святой Екатерины, которая сама приняла кольцо от Господа Иисуса Христа. И вот святой Екатерине исполняется 18 лет, и она открыто исповедует Христа. Если мама ее была тайной христианкой, да, то есть она в душе, конечно, веровала, она молилась Господу, но боялась открыто проповедовать Господу, то дочка открыто исповедует и проповедует веру Христову. И если мама, конечно, хотела, чтобы дочка ее пошла по пути замужества, да, то вот сама Екатерина, она избрала более совершенный духовный путь, но и, конечно, такой яркий образ юной христианки, он не мог остаться незамеченным. А ведь это эпоха последних гонений, гонений, которые объявлены были диоклетианом, и именно в эту эпоху больше всего пострадало христиан за свою веру. И вот империя в то время, она была поделена на четыре части, и ставились вот как бы правители, соправители, и были тетрархи, то есть каждый, значит, владел своей четвертью империи. И восточные провинции Сирии, Палестины, а также Египет, где находился город Александрия, все это входило в ведение императора Максимина. Максимин II Дайя или Максимин II Даза, он сам был из очень такого низкого рода, из пастухов, потом, значит, он был усыновлен своим дядем Галерием, и вот, значит, когда он стал, то он был достаточно грубым и жестким по отношению к христианам, и именно император Максимин, вот среди самых разных императоров-гонителей того времени, он был самым жестоким гонителем. Он любил сам лично участвовать в процессах над христианами, наблюдать их казни, и он организовывал, значит, специальное расследование, чтобы выискивали христиан, и он требовал, чтобы все приносили жертвы богам, значит, там, мужчины, женщины и даже дети. А здесь заметим, что для римского правительства того времени отказ от язычества равнозначно было государственному преступлению. И считалось так, что если ты вот римский гражданин, значит, ты обязан почитать римских богов. А если ты не почитаешь римских богов, то значит, ты против римского государства, то есть ты государственный преступник, поэтому тебя надо казнить. И вот из-за такого представления даже был такой закон, закон еще императора Трояна, из-за него казнили очень многие христиан. И вот случилось так, что Максимин прибыл в город Александрию, и он решил устроить такие вот торжественные жертвоприношения, и потребовал, чтобы все, кто может, вот они приводили там жертвенный скот, там, тельцов, волов, кто не может, хотя бы птиц в жертвы богам. И люди стали стекаться, значит, в языческое святилище. И вот, братья и сестры, представьте себе, что во время этих торжественных церемоний, когда заколаются жертвенные животные, значит, когда устраиваются вот эти кострищи, на которых сжигаются туши, когда возносятся, значит, какие-то вот гимны языческим богам. И вот святая Екатерина подходит непосредственно к императору и начинает его изобличать. Зачем ты почитаешь ложных богов? Ведь это же обольщение демонов. Разве ты не знаешь, что даже языческий мудрец Деодор, Деодор Сицилийский, это был античный философ, он писал, что кто такие боги? На самом деле, вот языческие боги, это вот были некогда люди, которые, значит, совершали какие-то дела, и в память о них, о их некоторых поступках, может быть, важных для государства, им стали ставить памятники. И хранилось, значит, тоже вот памятование о этих людях, а потом стали поклоняться самим этим статуям, этим памятникам, которые таким образом превращались уже в выдалы. И кто-то начинал обоготворять этих людей, ну, скажем, как вот, допустим, Геракла стали обоготворять, хотя был он простым человеком, и возник некий такой вот культ силы. И многие философы, они из-за этого отвращались от языческой веры, потому что языческие боги, они предстают как какие-то вот мелочные, наделенные человеческими страстями, завидуют, превозносятся, обманывают друг друга. И ясно, что ничего божественного в мире вот этой античной мифологии абсолютно нет. И вот она открыто обличила императора Максимина, а он сказал так, что нет, значит, вот сейчас пусть пройдут эти вот языческие празднества, а после этого я приглашу тебя во дворец, и тогда мы будем уже беседовать. Почему Екатерину пригласили во дворец царя? Потому что она была высокопоставленного рода, да, то есть непростой какой-то человек, и, конечно же, ее и знали при царском дворе, просто откровением стало то, что она избрала христианскую веру, да. И вот когда Екатерина пришла, она открыто и прямо рассказывает про себя, что она изучала разные науки, что она в этом преуспевала, но когда познала Христа, то поняла, что есть нечто выше этого, потому что одно дело земные науки, да, совсем другое дело духовная истина, которая не просто тебя просвещает каким-то земным знанием, а подает тебе знание, познание самого Господа, и за этим следует приобщение тебя к благам небесного царства. Но сердце Максимина не откликнулось, и для того, чтобы опровергнуть юную Екатерину, он созывает разных философов, ученых мужей, чтобы они смогли опровергнуть то, что говорит Екатерина. И вот описывается вот этот вот диспут, когда съезжаются разные там, значит, языческие мудрецы, философы, и они ведут диспут со святой Екатерины, но она ссылается на того же самого Гомера, да, на тех же самых языческих авторов, которые описывают, насколько низменны и жалки языческие боги. Ну, тот же Зевс, он изменял жене, да, значит, он являлся на земле для того, чтобы блудодействовать, и получается так, что боги языческие, они были несовершенны, даже если вот смотреть вот чисто по человеческим меркам, о чем говорить уже, если рассматривать их с духовной стороны, и этот диспут завершился для философов поражением, и царь настолько разгневался, что решил казнить этих философов, а они уже заинтересовались учением Екатерины. Екатерина просветила их Евангелием, и они умирают, как христиане. Все они были сожжены огнем. Конечно, когда читаем мы в житиях вот насколько эти жестокие были казни, то невольно у кого-то может закрасться мысль, неужели действительно вот такие истязания проводились? А дело в том, что это вот принадлежность менталитета того времени. И те, кто ближе ко двору, те зачастую и наказывались больше всего. И поскольку эти философы, они не справились со своей задачей, как полагал царь, то значит, вот они поэтому и должны быть наказаны смертью. А когда пришли их хоронить, то вдруг увидели, что тела их не тронуты тлением. И даже вот огонь не смог уничтожить полностью их тела. Благодать Божия, которую они восприняли в самые последние, может быть, часы своей жизни, она уже доставила им спасение. И благодать Божия даже тела их сохранила, как нетленные. Между тем, царь Максимин все больше приходил в ярость. И он велел истязать святую Екатерину. Ее стали бить воловьими жилами. И кровь ручьями текла на землю, обогряла вот то место, где она находилась. После этого ее вергают в темницу. Там ее морили голодом. А святая Екатерина продолжала молиться Господу. И, конечно, нам вот тоже это очень трудно понять, как пример мучеников начинал преображать других людей, тех, которые вот видели их и вдруг сами располагались к христианской вере. Видимо, та искренность исповедования Господа, которая жила в душах первых христиан, а может быть и сама благодать Божия, она вдруг свидетельствовала о том, что происходит вот нечто невероятное, нечто превышающее рамки земного мира. И стойкое поведение святой Екатерины начинает все больше располагать других людей к ней. И даже супруга царя Максимина приходила в темницу к святой Екатерине, беседовала с ней, и она тоже принимает христианскую веру, ну, за что, собственно говоря, тоже была жестоко наказана и претерпела мученическую кончину. И вот что показательно, когда Максимин расправился со своей собственной женой, то он предложил Екатерине стать его супругой. И мы видим, конечно, насколько беспринципное поведение, может быть, поэтому он тоже хотел расправиться со своей супругой, чтобы найти кого-то еще, но Екатерина, конечно же, она не могла пойти на подобное, потому что для нее самое главное была верность Господу Иисусу Христу. И тогда, значит, один из помощников царя, один из истязателей, он предложил такую вот пытку. В то время были очень изобретательные люди на пытке. Он говорил, что давайте вот на одну ось расположим четыре колеса, к этим четырем колесам прикрепим всякие, значит, там, режущие, колющие орудия, и два колеса будут крутиться в одну сторону, два в другую, и вот так вот мы будем истязать тело Екатерины. И вот когда хотели уже совершить эту пытку, фактически вот казнь, то произошло чудо, что это орудие, оно разлетелось на части. Вот так Господь посрамил тех, кто был слишком изобретателен на пытке, да, а поскольку это чудо произошло перед взором многих людей, то люди воскликнули «Велик Бог христианский». И, конечно, братья и сестры, когда вот мы слышим про все эти вот пытки, истязания, страдания мучеников, исповедников веры Христовой, то невольно у кого-то может возникнуть вопрос, а зачем все это нужно? Может быть, надо было Екатерине согласиться, сразу согласиться, стать супругой царя Максимина. Может быть, вообще не надо было идти на подобные страдания. Вот если отрицать вечную жизнь, а признавать только эту жизнь, то да, здесь можно приспосабливаться, искать себе комфорт какой-то, теплое местечко. Но если мы признаем вечную жизнь, то мы понимаем, что те, кто пострадали за имя Христова, они и в вечности будут вместе с Господом Иисусом Христом. Потому что все вот эти земные страсти, значит, быть с царем или с кем-то еще, все это очень скоротечно и быстро рушится. И люди ненадежны такие, они быстро приедаются друг к другу, возникает неприятие взаимное, и все рушится, то, что созидалось за счет страсти. А вот когда человек стремится именно к Богу, да, и созидает себя по принципам чистоты, целомудрия и верности Богу, то тогда его душа сохраняется для вечной жизни, и в ней сияет свет божественной славы. Вот в житии святой Екатерины эта мысль, она очень ярко проходит, когда те, кто приходили вот просто на нее посмотреть, они видели, что лицо ей как будто сияет, и в ее лице проглядывает особая высшая духовная красота, красота благодати Святого Духа. По человеческим меркам она несла невыразимые страдания, ее морили голодом, ее истязали, но при этом в ее лице сиял свет, и вот этот свет привлекал, потому что это был свет Божий, Бог есть свет, и когда человек приобщен к благодати Божией, он тоже сияет нетварным божественным светом. И подлинная красота, перед которой склоняет голову практически всякий человек, это красота благодати Святого Духа, которая украшает человека, и он становится привлекателен, вот по-своему привлекателен. И когда простые смертные люди вдруг сталкиваются со святостью в лице другого человека, то они как бы вот замирают, потому что видят нечто величественное, нечто превосходящее все земное, и эта неотмирная небесная красота, она действительно поражает взор. Вот так, братья и сестры, многие, кто видел Святую Екатерину, обращались ко Христу, потому что они видели наглядное свидетельство и проявление благодати Божией в жизни святого человека. А царь Максимин, к сожалению, так и прибыл нераскаянным, и он велел отрубить голову Святой Екатерине. Когда она шла к месту казни, то многие люди со слезами сопровождали ее, а она, наоборот, их утешала и говорила, что ведь она следует за Христом, потому что стала невестой Христовой. И казнь совершилась. Святая Екатерина отрешилась от земного бытия и перешла в небесный мир. И там пребывает в небесной славе Господа Иисуса Христа. Вот почему она вместе с Божьей Матерь явилась преподобному Серафиму Саровскому и не только ему. На протяжении всей истории она одна из покровительниц православных христиан, особенно тех, кто любит ученость, любит науку, образование. Да и всякий человек может в молитве обратиться к Святой Екатерине в любой нужде, и она, как претерпевшая множество страданий, как исповедница веры Христовой, конечно же, слышит молитвы и ходатайствует о нас на небесах. Остается еще лишь добавить, что мощи Святой Екатерины прибывают на Синае в монастыре, который посвящен как раз Святой Екатерине возле горы Хариф, и там, вот когда прошло несколько, значит, веков, то было откровение монахам, и они обрели мощи Святой Екатерины. Есть, конечно же, определенная тайна, вот как они вообще оказались именно там, на Синае, из Александрии, каким образом они были туда перенесены, и даже говорится о неком чудесном перенесении, что сами ангелы туда их перенесли. Ну, во всяком случае, для нас это остается тайной, но святым подвижникам было открыто, что мощь именно там, на Синае, пребывает, и те паломники, которые приезжают, они могут приложиться к ее святым мощам и обратиться к ней с любыми молитвенными просьбами. Кстати, в этом монастыре, в монастыре Святой Екатерины на Синае, одно время Паисий Святогорец, ну, даже он получил благословение пребывать к отшельнику в пещере, где он возносил свои молитвы Господу, и вот есть такая вот своего рода связь духовная между святыми угодниками разных времен, и в том числе между преподобным Паисием Святогорцем и святой великомученицей Екатериной, а в самом этом монастыре хранятся древнейшие иконы от VI века, образ Спасителя, известный образ Господа Вседержителя, Спасов Вседержителя, он стал в каком-то смысле прототипом для всех остальных изображений, вот как у нас на иконах изображается Господь Иисус Христос. Там же в монастыре Святой Екатерины древнейшая икона Божьей Матери, а также апостола Петра, ну, и ряд других икон. И в самой этой обители жило очень много святых подвижников. Вот, дорогие братья и сестры, мы вспомнили святую Екатерину, ее удивительное житие, и ее страдания, исповедания веры Христовой. И, конечно, постараемся помнить, что святые на небесах, они пребывают в любви Божией. Вот они сами на земле претерпели всевозможные страдания, они исповедали Господа, и от Бога им дана благодать. А благодать для чего? Для того, чтобы помогать нам немощным, нам скудным в наших делах, нетерпеливым, нам тяжело переносить какие-то самые небольшие жизненные неприятности, и пусть пример святой Екатерины нас вдохновляет на пути нашей христианской жизни, чтобы нам не бояться быть исповедниками веры Христовой, преодолевать всевозможные искушения, испытания и быть верными чадами Господа Иисуса Христа. Святая Великомученица Екатерина, моли Бога о нас! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok